Приятного аппетита! Приветствуем вас, уважаемые наши подписчики и зрители. Мы в прошлом выпуске на наших каналах встречались уже с Еленой Мартем. У нас в гостях снова она. И снова же по вашим просьбам наши подписчики и зрители такие хорошие отзывы написали. И просьба встретиться снова с Еленой Мартем. Напомню, это шведская художница, автор книг. Это человек земли, который трудится с землёй, с природой. Художница, просто я не могу вам передать даже словами, насколько её картины вглубь. Вот смотришь и ты соединяешься с этой энергией. Она передала, приняла и передаёт вот эти прекрасные мандалы, эти энергии, которые нужны сейчас людям. И сегодня, по вашим же просьбам, мы продолжим разговор о мандалах. Не только мандалах, а мы продолжим. Да, продолжим. Разговор у нас начиналось с мандал. Мы по первой чакре говорили. И сегодня очень важный момент, тема первой чакры, молотхары. Потому что многие спрашивали, а как всё-таки её активировать? Вообще, где она находится, что это такое? Потому что, ну, слышали мы о чакрах, Елена. Давайте мы раскроем эти все вопросы и ответим на вопросы подписчиков и зрителей. Пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу ещё раз поприветствовать всех. Здравия всем желаю. Желаю возможного процветания в современных условиях. И, конечно, адекватного принятия и восприятия жизни. Я всем вам желаю любви, света и прекрасного отношения к друг другу. Я также хочу поблагодарить Раису Горяченко, которая пригласила меня на эту встречу. Мне очень приятно и, естественно, очень приятно поделиться с вами теми знаниями, которые я имею. Действительно, мы затронули на предыдущей встрече сначала мандалы, но настолько серьёзный и глубокий вопрос с чакрами. Вы знаете, ну, нельзя, как говорится, с первой ступени перепрыгнуть на двадцатую, хотя очень хочется. Но надо для того, чтобы понять, что начнёт твориться и что вы увидите на этой высокой ступени, как древние говорили, упасть в высоту. Надо сначала понять и прочувствовать нашу основу, наши, что называется, корневые системы. И вы знаете, в этом смысле корневой системы – это, конечно, самая главная чакра, корневая муладхара. Но сначала я хочу тоже маленькое, как вам сказать, маленькое отступление сделать. Что, во-первых, то, о чём мы сейчас с вами начнём говорить, это на самом деле, с одной стороны, очень древние, очень тонкие знания и понятия, с которыми работают люди. Работают в первую очередь, конечно, и маги, и йоги, и мудрецы, которые чувствуют энергию. Вот в этом маленький вопрос, чтобы вы поняли, что в науке, в науке материальной нету, как говорится, снимков и подтверждения. Ага, а вот это вот муладхара, смотрите, как она выглядит, а это свадхистана. Нет, дорогие друзья, это настолько тонкие энергии, которые спускаются из нас, из космоса, и которые питают нас, наши тела, наши энергетические каналы. Они питают всё, и землю нашу, и всю окружающую природу созданную. Просто для того, чтобы это увидеть, как говорилось ещё в Библии, надо поверить, чтобы увидеть. Поэтому вы уж тоже поверьте, что эти древние и йоги, и маги, и волшебники, и вообще мудрецы, которые занимались и с чакрами, и с другими вещами, они это чувствовали, они это проверили. И хочу вам просто немножечко прочитать высказывания древних, которые опираются именно на эту структуру, чтобы вы поняли, от чего мы идём, как говорится, снизу вверх. Жизнь, заставляющая биться ваши сердца, это триада движения, состоящей из тройственной энергии. Святая Троица, Отца Сына, Святого Духа, также тела, разума и души. Также существует триада неба, земля и человек, которые означают сущность проявления субстанции. А внутренняя Троичность – это единство познающего, познание и познанное. И это, конечно, соответствует Троице в христианстве. Но мы не будем отпускаться или уходить в христианство. Мы перейдём к тому, что мы начинаем, мы всю жизнь, и все наши инкарнации или аркарнации движемся по древу, древу жизни, древу знаний. И сейчас мы с вами тоже, изучая и знакомясь с этими знаниями чакр, мы на самом деле с вами вступаем или познаём вот эту корневую систему древа жизни, которая связана с… сам корень говорит очень о многом. корень с землёй, с этой силой, с этой мудростью, корень рода, корень вообще основоположности знаний. Поэтому мы с вами и начинаем с Муладхары. Ну, во-первых, хочу вам сразу показать картинку. Я не знаю, видна она сейчас или нет. Пока ещё нет. Сейчас, извините, пожалуйста, у нас ещё не очень отработанная система. Мы учимся. Да, мы учимся так же, как и вы. Вот сейчас видно что-то? Нас видно. Вот, теперь видно. Вот, вот я поместила эту картинку как с чакрами, так же и к каким телам они отходятся. И это не случайно, что я поместила эту картинку с этими понятиями на горы, на вершины гор. Потому что человек, который движется по корням, по этим ступенькам вверх, как раз чувствует себя необыкновенно насыщенным и возвышенным на вершинах гор. Почему люди стремятся, альпинисты, туристы, да вообще все, кому, кто связан с тонкими энергетическими телами, они чувствуют себя необыкновенно мощно и раскрыто именно на вершинах гор. Потому что это самые высокие точки. Но вот здесь вот вы видите нашу чакру Малатхара. Она в самом низу находится. То есть она находится не только в общей картинке, которая здесь вот сидит. Мы будем говорить, что это Адрион, не человек, то есть в смысле ни мужчина, ни женщина. Но на самом деле Малатхара находится в промежности и в разных местах. У женщин она находится в яичниках. У мужчин она находится в промежности, в районе простаты. И Малатхара соответствует физическому телу, физическое тело, которое затем переходит в эфирное тело. И эфирному телу уже относятся следующие чакры. Но о них пока мы не будем говорить или их затрагивать. Потому что, безусловно, они связаны с друг другом. Но это важно просто, чтобы вы сейчас эту картинку рассмотрели и увидели, сколько же у нас основных чакр. Но я вас должна еще больше удивить, что на самом деле чакр и энергетических каналов, которые двигаются, которые живут, насыщают нас, передвигаются, обмениваются, забирают энергию, перемещают ее. Этих каналов 114. Но из них известно, посвященные люди, которые действительно очень погружены и в йогу, и в эти тонкие тела, прекрасно с ними работают и общаются, то они работают только со 108 каналами и чакрами. Но мы не будем их трогать, потому что мы с вами в данном случае знакомимся. Мы, как говорится, только учимся. И вот для нашего ученичества, конечно, интересно увидеть и понять расположение этих чакр, их значение или их цвет, их лепестки. Муладхара в древних летописях или в древних рисунках тибетских монахов и вообще индусов и вообще ведической культуры, потому что это оттуда идут эти знания, она изображалась четырехлистной на красном фоне. И лепестки эти были связаны с лотосом. Но я хочу вам сказать маленькую тайну и идею, почему корневая чакра, то есть основоположный или основополагатель, основополагатель собрания всей этой энергии и распространение этой энергии, поднятие дальше, выше, по чакрам, чтобы человек был гармоничен и сбалансирован в своих энергиях. Почему четыре лепестка? Вы не задумывались над этим, те, кто слышали или те, кто уже знакомился? Так потому что у нас, во-первых, четыре стороны света основных, которые нам дают тоже энергию. И у нас четыре энергии, с которой мы работаем. Это энергии земли, воды, эфира и огня. Видите, как всё тонко связано. Вот такая картинка Муладхары. Почему Муладхара в этих летописях и вообще в основоположности или в основоположении её значения, как корневой чакры, почему она красного цвета? Она должна быть красного цвета. Потому что красный цвет – это энергия, это то, что вас, как говорится, поднимает, будоражит, то, что она зажигает и передаёт через эти каналы праны жизненную силу. И если что-то нарушится в этих каналах, хотя бы одного из них уже ведёт к энергетическим проблемам, которые очень на самом деле серьёзные и трудно иногда определить с помощью медицины, психические расстройства, болезни, ухудшение самочувствия. Но с другой стороны, Муладхара, она находится в самом центре наших жизненных центров. Это здесь пульсирует лимфатическая иммунная система человеческого тела. Это здесь расположена матка с простатой, здесь расположена председательная железа, прямая кишка, почка, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, опорно-двигательный аппарат. И это здесь также он связан и с ногами, и с деторождаемой системой. Так что вы видите, что этот пункт необыкновенно важный. И если у вас этот пункт не развит или закрыт по каким-то причинам, или повреждён, вам очень трудно подняться на верхние чакры, а что, в принципе, необходимо сделать человеку. И что хочу сказать, чтобы переместить свою энергию от Муладхары к Сватхистане и выше, существует много духовных процессов и способов, но не существует пути перемещения, например, от самой важной и тоже значимой чакры сердечной Анахаты или Агны по индийским писаниям, к Сахасхаре, то есть это самая высшая духовная чакра. Это очень сложный и долгий процесс. Люди, которые проходят это... Вот я вам хочу показать следующий уже маленький... Слайд, да? Я не знаю, да, это слайд, но я не знаю, как его видно. Видно, видно хорошо. Видно хорошо. Но здесь тоже видно, как вы видите, и обозначены, во-первых, энергетические наши тонкие поля, которые вокруг нас растут по мере чистоты, силы и мощи наших чакр, которые благодаря нашей работе или благодаря нашему крепкому организму собирают эту энергию и выстраивают эти поля. И вы знаете, на данном рисунке это, в общем-то, обозначено просто какими-то тонкими полосочками, но их видно, например. Самая последняя тонкая и прекрасная и мощная оболочка или тело, или мир – это тело Абсолюта. И люди, которые работают, духовно развиваются, которые сбалансированы своими характерами, своим отношением к людям, к жизни, к мировоззрению, к мироустройству, вообще ко всему в жизни, это тело у них может достичь огромных размеров. Здесь оно, как видите, может быть максимально где-то 20 сантиметров шириной от человека, может быть 30. Но у посвященных людей и просвященных, которые занимаются, которые хотят совершенства, которые хотят себя поднять в своем развитии до Иисуса Христа менталитета, до Кадмона Иисуса. То есть это в данном случае понятие абсолютно прекрасного человека, абсолютно нового, в новой цивилизации. Этот уровень может достигать метр, а может быть и больше. И также другие тела. Но вот вы видите, опять-таки же, первый центр, он обозначен вот таким конусом или воронкой. И из него, конечно, заходит энергия Земли. А какой же иначе энергии мы можем говорить, когда мы рассказываем о корневой чакре? И если у вас эта чакра не открыта, то есть вот этот вот конус, он не впитывает эту энергию, или забит, или не отработан, то и энергии не поднимутся выше, то и тела у вас будут очень тонкие, и физическое тело самое первое, потом эфирное, астральное, ментальное, кармическое, и тело монады индивидуальности, также абсолюта. И что это значит для нас? Ну что, в принципе, знаете, если рассуждать с позиции очень простого материального человека, которому вполне достаточно пойти на работу, что-то сделать, любимое или нелюбимое, прийти домой, поесть, посмотреть телевизор, пожевать что-то, и пойти спать, ну, может быть, сексом, конечно, заняться, может быть, что-то выпить, ну, и заснуть, и отбросить все думы и заботы. Как просто, как элементарно, как ограниченно. И вот эта ограниченность, она, к сожалению, и не даёт развиться этим чакрам, не даёт этому дальнейшему пути. Вот следующий слайд, который я вам показываю, ой, извините, перепрыгнула, он тоже показывает вам, но уже достаточно более тонко и подробно. Сейчас, извините, так вот попробую, да, вот так вот видно всё, да? Ну вот, видите, тут, во-первых, очень ярко и понятно видны цвета и чакр, и их расположение. Муладхара, опять наша корневая чакра, она в самом низу, она красного цвета, она соответствует земле, и она входит также в физическую... Физическую ладхара, она соответствует первым, так называемым, смертным четвёркам, чакр, которые мы должны развить. Это физическое тело, эфирное, кама-руппа или кармическое, и кама-манас. Это уже, что называется, уровень перед бессмертной триадой. А бессмертная триада, в неё входят уже Вишудха, Аджна и Сахасрара. И они называются по... Согласно ведическим и индийским понятиям, откуда пришли названия этих чакр. Манас, Будхи и Атма. Анас, Будхи и Атма – это уже, знаете, самый, что называется, высокий и прекрасный уровень развития, когда вы уже приняли и соединились с потоками, с божественными. Вы их чувствуете. Вы не только соединились, вы их чувствуете и принимаете эти энергии. И принимаете их осознанно, потому что вы осознанно заполняете, чистите или наполняете ваши чакры. Поэтому это называется бессмертная триада. И они связаны уже с разумом, мыслительными, творческими органами, которые вы создаете, визуализируете, принимаете и видите эти духовные потоки. И это прекрасные уровни, которые, конечно, мы при жизни должны пытаться достичь. Теперь соответствие планет человека и чакр. Допустим, нервы, кровь, мягкие ткани, кости, все вот эти органы, про которые я говорила до этого, они присущи Сатурну. Потом они, естественно, соединяются. Знаете, эти круги, они также похожи, как если вы вспомните цветок древа жизни, когда эти окружности пересекаются и образуют висекопистис. Что это такое? Это зерно, это семя развития. И мы видим, что в этом семени также находятся предпосылки для питания, центра обмена дыхания, еды, питания, размножения и так далее. Я так думаю, что, может быть, вы просто внимательно посмотрите на эти объемы энергий, на эти круги. Почему круги? Да потому что это бесконечное развитие. Это бесконечное наше и развитие, и жизни, и вообще бесконечность самой жизни, не только на Земле, в галактике, в космосах. Потому что мы уже жили, мы проходили какие-то уроки. И сейчас мы тоже пришли сюда с нашими целями, с нашими, как сказать, то, что нам было дано, те уроки, которые мы прошли, то, что мы пожелали исполнить, выполнить и пройти эти пути здесь, в этом воплощении на Земле. И это тоже нужно понимать и знать. Вот переходим теперь опять к следующему слайду. Но я уже хочу вам сказать, что он в какой-то степени немножечко повторяет предыдущие. Но с другой стороны, может быть, для вас это будет гораздо проще понять в таком, как вам сказать, в таком более схематичном рисунке, но более понятном, как это всё функционирует. Вот видите, опять-таки же, наша корневая чакра, Муладхара, она красным цветом изображена. Она самым первым, как говорится, пунктом является в принятии энергии. И этот круг, и этот объём, и это движение – это красный цвет. Кстати, я забыла сказать, что Муладхара переводится с санскрита как корень, опора, а также колесо. Почему колесо? Да потому что это опять тот же самый круг. Это опять тот же самое колесо движения, по которому мы движемся, как по древу жизни с корней и через её ствол и на листву, но также по древу жизни сефирот из, как говорится, знаний Каббалы. Но об этом мы не будем, может быть, позже будем говорить. Но в древе сефирот абсолютно такие же движения и такая же цикличность входа в эти цикличные круги развития, входа из человека и соединения его с Я-Есмь душа, прохождение всех этих тел и миров, и выхода его уже на божественный уровень, на соединение души с духом. Вот это очень многие люди путают, потому что не пройдя эти этапы, вы никак, ваша душа никак не соединится с духом, а уж дух ваш никак не выйдет на божественный канал, то есть он не станет Богом, потому что это наша основная цель и задача в каждом нашем, в нашей инкарнации, в нашей реакарнации и в нашем теперешнем проживании. То есть вы видите здесь три этапа – тело, душа и дух. И, естественно, миры и тела, которые в этом оболочке и в семи телах расположены. Посмотрите немножечко внимательно. Также я хочу, пока вы разглядываете это, хочу вам сказать, что Муладхара – это своеобразный также фундамент энергии человека. Это его фундамент. Он служит основанием для всего, для внутренней гармонии, гармоничной жизни в мире материальном. И к основным характеристикам этой первой чакры относятся, конечно же, стихия Земля. Стихия Земля означает материализацию. И черпать энергию для Муладхары можно непосредственно от Земли. Например, гуляя босиком, проводя много времени в медитации, сидя на Земле. И вообще, ведь Земля – это тоже источник нашей основной, основополагающей, корневой энергии. Мантра, мантра этой чакры, основная, у нее четыре мантры. Но мы не будем сейчас углубляться в такие тонкости, потому что, знаете, если мы обо всем будем говорить, это у нас займет очень много времени. Но основная мантра, которую можно пропевать, занимаясь этой чакрой, – это ламма, ламма. Символ, символ – это лотос. Это лотос. Орган чувств, которые связаны с этой чакрой – это обоняние. А области функции, как я уже говорила, которые контролируются этой чакрой, – это процессы размножения, кровоснабжения, деятельность прямой кишки, потенциальная энергия. Младхаре соответствует вкус, такой, знаете, сладковатый вкус, но не просто сладкий, а, как говорится, в разных источниках вкус растения, который связан и немножко с древесиной, и с наполнением влагой корней растений. Также связаны запахи и вкусы с цитрусами, пряностями и дымных, и древесных оттенков. И розы, и ароматы у вас. Да, да, естественно. Все красные цвета, которые, в общем-то, вас окружают, они будут благоприятно действовать на вас. Но в этом смысле, я хочу сказать, если только в том случае, если вы или поднимаете, или работаете с Младхарой, или хотите ее энергетически заполнить, или прочистить, то тогда, конечно, красные цвета – это самое то. Красные цветы, красные детали интерьера. Но ни в коем случае не в спальне, потому что тогда вы не уснете. В одежде. Вот вы не замечали, почему многие люди очень любят красный цвет? Вот, например, я когда приехала, я сейчас отвлекусь на секундочку, приехала в Швецию, я была очень удивлена, почему в Швеции так люди любят красный цвет. Красные свитера, красные машины, красные дома. Например, вот область Швеции Смоланд, где самые большие леса, озера, реки – это только красные домики или кирпичные, но все равно красный цвет везде. И только потом, когда я уже начала сама изучать все эти материалы, я поняла, это потому, что им не хватает энергии. Вы представляете, шведы, они живут на граните. Что такое Скандинавия? Это застывшие тектонические плиты, это гранит. Здесь очень тяжело пробиться различным многогранным энергиям Земли. Здесь трудно пробиться энергиям различных камней, самоцветов, кристаллов. А что рядом с нами? А рядом с нами Северный полюс, Антарктида и вообще холода. Небо очень низко, зимние, осенние, длинные ночи и холода очень длинные. И человеку не хватает энергии. Он полусонный, ему нужна энергия, поэтому шведы пьют кофе, носят красные свитера с огромной любовью и покупают красные машины Вольво. Им нужна эта энергетика, чтобы, как говорится, действительно жить, работать, участвовать. И это понятно, и это понятно. Но также я хочу сказать, что чакра эта, она, этот цвет в магии соотносит с плотным миром материи. Он также содержит в себе сбалансированные энергии янь и инь, то есть мужское и пассивное, активное, кстати, активное, мужское, пассивное, женское. Он активен благодаря своей силе и магии вот этой низкой энергоемкости. Кстати, красный цвет, он самый по своей волне длинный, но и грубый, самый такой, знаете, заземленный цвет. Поэтому через этот цвет все материальное и может проходить и, что называется, задерживаться и здесь оседать, питая эту корневую чакру. Корневая, сейчас тоже отвлекусь, корневая и коронная чакра, потому что это две, два входа, два выхода, они очень тесно связаны с летним равнодействием. И это равнодействие объединяет корневую коронную чакру. И знаки соответствуют по гороскопу раки и близнецы. Аноте, ля и си бемоль. Аноте, Так же, говоря про материальные, про материальные стороны, я хочу вам сказать, что это вовсе, я не знаю, как, видно, видно, видно хорошо. Можно чуть-чуть даже увеличить, но видно. Сейчас я попробую увеличить, чтобы только нижнее не ушло за рамки. Вот, видно, да? Да. Да. Вот тут также немножко повторение того, что я сказала. Но это, знаете, повторение мать-учения, это хорошо понять, запомнить. Может быть, даже вы и запишите, потому что муладхара не только корневая красная чакра, и которая находится в промежности связана и с яичниками женскими, и с предсветательной железой, и органами оплодотворения мужскими, она также связана с жизненной энергией кундалини, потому что если у вас не будет развита или, как сказать, открыта муладхара, вы в дальнейшем не сможете активировать и открыть, соединиться с кундалини, а это потрясающая жизненная энергия, которая моментально проходит и дефилирует по всем энергетическим каналам, не только вот этим семи чакрам, но даже тем, которым мы пока еще, поскольку мы, ученики, еще не знаем и не догадываемся. Но я хочу сказать, что вот это янь-инь соединение, почему активное мужское? Да, потому что по жизни, по качеству энергий мужчина, он создан для того, чтобы защищать, поддерживать, ограждать и помогать женщине. А женщина, она питается, тоже поддерживает этими, поддерживается, извините, этими энергиями мужскими и тоже поддерживает мужчину своей женственностью, своей любовью, своей сексуальностью. но если что-то начинает, как сказать, нарушаться в балансе мужского и женского, то есть теряется равновесие, то тогда начинает, что называется, происходить дисбаланс, внутреннее гармония нарушается и к окружающему материальному миру, но и к отношению, то есть начинают быть эмоциональные срывы, женщина становится более, что называется, самостоятельной. И это главная сейчас проблема многих женщин в том, что они, во-первых, боятся довериться, а потом из-за, наверное, различных психологических травм или родовых каких-то сценариев. Но как итог, женщина на подсознательном уровне перестает давать мужчине заботиться о себе. Она перенимает эту обязанность на себя и начинает самостоятельно защищать и себя, и заботиться о себе. Вы посмотрите, сколько сейчас бизнес-вумен, сколько сейчас представителей министров или политических деятелей в разных странах. То есть женщина выбивается вперед на эти самые мужские позиции. И что же остается тогда мужчине, если вы представите вот этот баланс янь-инь, в котором он находится изначально в этом значке, он начинает переворачиваться. Мужчина теряет свою силу, свой приоритет. Он не понимает вообще, что с ним и что вообще происходит в жизни, не говоря о том, что начинают появляться конфликты и меняются роли. Любящий мужчина, которому для не для кого проявлять заботу, вынужден сам ее принимать. Его чакра становится пассивной и он принимает роль женщины, которая до этого приняла роль мужчины. И тут только, как говорится, два варианта в этих, ну, не то, что контактах, а в этих ролях и в этих действиях янь-инь, мужского и женского. И они также рассматриваются как пара, как пара сексуального обмена энергии. И происходит тогда или смена ролей, что мужчина уходит с этого плана, или расставание. И смысл муладхары у мужчин и женщин заключается в четком выполнении ролей. Обязательно мужчина дает заботу, а женщина принимает. Также, как говорится, еще хочу раз повторить, что несмотря на то, что я уже несколько раз повторила и говорила вам, что муладхара отвечает за материальное, за физический мир, но это вовсе не значит, что мы или люди, которые занимаются духовным ростом и чисткой или наполнением энергии своими чакр и прочувствованием этих энергий посвящены или зациклены только на материальном. Абсолютно нет. Абсолютно. Это только значит, что у нас очень хорошая поддержка от земли, у нас очень хорошие энергетические как вам сказать вибрации, которые нам дают стабилизироваться в этом мире. Он пока еще, к сожалению, для нас материальный, но у нас есть тоже в материальном мире качество наших характеров и души, стабильность, эмоциональная гармония. Люди, например, у которых хорошо отработана муладхара, и она работает, и функционирует, и связана с другими чакрами, вы их сразу узнаете. Они очень трудолюбивые, они спокойные, они успешные, они благополучные, они нормально общаются с людьми, то есть у них настолько все это взвешено, что их сразу видно. Но люди, которые наоборот не сбалансированы на этой чакре, чакре, а им этой энергии не хватает или идет застой, то тогда проявляются эти эмоциональные, что называется, сбои. Им совершенно, как говорится, безразлично может быть все. У них происходит, как вам сказать, у них происходит сбив всего, по первичным инстинктам, по аппетиту, по половому влечению. У них, например, начинает быть нервозность, раздражительность. Поэтому нужно, конечно, очень хорошо и себя также контролировать. Как только вы чувствуете, что у вас что-то ненормально с вами происходит, знаете, многие люди говорят, ну, я не понимаю, что это со мной происходит, я стала такой раздражительной, меня все раздражает, мне совершенно не волнует, что у меня там дома, что мой муж делает, вообще какая-то депрессия и вообще я не понимаю, что со мной творится. Это значит, негативные у вас происходят аспекты от этих дисбалансов или отношений, или вот этого, как вам сказать, конуса, который как воронка впитывает эту энергию корневую. у вас могут быть разрушения в семье, ярость, гнев, грубость проявляться, жажда чего-то, похоть, какая-то жестокость, импульсивность, ну, то есть, вот такие вот очень низкие аспекты характера и проявления характера, которые именно связаны вот с этим низким уровнем заземленности, а положительные, естественно, на цвета, которые я уже говорила, это лидерство, устремление, воля к победе, борьба за первенство или что-то достичь, к чему-то стремиться, энтузиазм, красота, то есть, вот эти вот все формы энергетической гармонии, вот тогда они характеризуют, что у вас, как говорится, все прекрасно, у вас все хорошо, у вас с этой чакрой все нормально, вы также можете пользоваться не только цветом, как я говорила, и пропеванием ноты до, и мантры, вы можете также пользоваться и растениями, и травами, которые соответствуют младхаре, это брусника, это иван-чай, это пустырник, вереск, шиповник, клюква, клевер красный луговой, гвоздика, герань лесная, потом еще есть такие не очень известные растения, которые вы можете потом посмотреть в интернете, это буквица, это дягель лесной или дудник, конечно, вот Раечка меня в самом начале дополнила, конечно же, это розы красные, пышные, которые просто выливают на вас эти потоки красной энергии. И еще также хочу сказать, что есть естественные и кристаллы, которые, как вам сказать, соответствуют и кормят эту чакру. Но вот я думаю, что вот этот рисунок даже без моего уже объяснение вам понятно, какие, во-первых, планеты соответствуют, каким телам и каким энергиям. Вот, например, эмоциональное тело, тело ощущений, это и есть наша, что называется, муладхара. Она связана с Марсом и с Венерой. Но с Марсом очень часто так же стоит и Сатурн. Но это уже другие тонкости. И физическое тело связано с Землей, и от физического тела мы уже очень, если оно у нас хорошо развито и здорово и наполнено, оно уже легко переходит в эмоциональное тело, которое поднимается дальше. Сейчас я хочу немножечко перескочить через эти, как вам сказать, слайды. Хочу вам показать немножко, как развиваются, как попадают эти энергии. но я не забыла, что я начала еще так же говорить вам про кристаллы. Кристаллов так же много и естественно, вы сами понимаете уже, наверное, что это красный свет, это жизненная энергия, которая заложена везде. Это яшма, это гранат, это что еще есть? Сейчас, 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 господи, забываю, извините. А мы напишем, мы напишем, но я хочу что сказать, что я вообще ушла от кристаллов, от камней. Не всегда ты знаешь, в каком ты состоянии находишься, иногда использование кристаллов, каких-то камней даже выбивает тебя, из этой колеи. Поэтому лучше обойтись без камней, неподготовленным, лучше с этого не начинать, а нужно начинать именно с того, чтобы разработать первую фундаментальную чакру, и нас спросили об этом. У меня вот здесь картиночка очень понравилась, и вспомнила, как мы с тобой, изучая эту чакру, говорили о том, что дает обрезание у мужчин. Вот это жуткая вещь, да, расскажи, как это происходит, и что происходит в этом логике. я сейчас как раз об этом и хотела сказать, потому что мы пойдем, ой, опять сейчас, извините, пойдем дальше, там уже будет другая, извините, сейчас я пробую это увеличить, с тем, чтобы этот рисунок был понятен, ой-ой-ой, так, опять. мы учимся, так что, уважаемые наши подписчики, зрители, пожалуйста, не судите нас строго. Да, но я хочу, я хочу начать с первого левого рисуночка, то есть, когда рождается ребенок, младенец, у него нету никаких чакр, его аура, она такого, знаете, какого-то серо-сиреневого цвета, потому что он только родился, в нем еще не установились не конкретно органы, потому что, когда младенец рождается, у него еще формируются действительно органы дыхания, например, после рождения, то есть, много чего достраивается и дорабатывается и принимается энергетически из, как говорится, божественного потока благодаря этому. Но вот здесь вот этот младенец, вы видите, очень хорошо иллюстрацию, я это нашла на интернете, это не мои рисунки, я сразу должна вам сказать, в итоге я тоже вам покажу, какими материалами я пользовалась, что я использовала, потому что авторство не надо, что называется, воровать, а наоборот, нужно ссылаться на это. Вот представлен маленький младенец, новорожденный, который только родился, и у него снизу должен наладиться и установиться вот этот вот конус, пока он спиральный должен быть, который будет давать эту энергию через, как говорится, энергию матери, которая его родила, которая будет его кормить грудным молоком, которое тоже будет его заряжать, и постепенно, постепенно будут устанавливаться вот эти вот чакры. Корневая чакра начинает проявляться у младенца с 12 недели, и она формируется до 6 лет. И что я хочу вам сказать, вот перейдем к следующему рисунку, потому что тут понятно, как входят энергии, тут видны эти чакры, если кому будет нужно или интересно, потом можно сказать, в какие возраста формируются эти чакры окончательно, потому что они устанавливаются, формируются, насыщают нас всю жизнь, и по рукам тоже, и по телу тоже, и по всему. Так вот, в центре маленький рисуночек. Вот сверху вот этот вот конус, эта воронка в нормальном её состоянии, которая должна впитывать, принимать эти потоки энергии. Но, к сожалению, не во всех национальностях цивилизации и народу люди трепетно или с пониманием, а может быть, и со специальным, что называется, умыслом относятся к развитию вот этой корневой чакры, которая по своему развитию потом откроет выход ко всем каналам и в заключении к самому лучшему и высшему духовному каналу, чтобы человек был не только материально зациклен на материальном мире, на богатстве, на деньгах, на благополучии и так далее, но и духовное, чтобы он не забывал, потому что всё равно все эти качества взаимосвязаны. так вот у многих, нет, извините, не у многих, к счастью, у некоторых, да, у некоторых, извините, я исправилась, у некоторых народов на земле, в частности, у мусульман и еврейцев, есть такая традиция, когда мальчики рождаются, то на восьмой день им проводят обрезание. Почему вы скажете на восьмой день, хотя они все говорят в своих посланиях и ссылаются на Коран, и все их священники тоже упоминают цифру священную семь, но на самом деле делают это на восьмой, потому что восьмой день это все части света. Если вы разделите круг на восемь частей, то и получится юг, север, запад, восток, потом будет северо-восток и так далее, и так далее. Будет уже восемь частей. И когда они делают это обрезание, процесс очень болезненный, я бы даже сказала, ну, анатомически очень сложный и болезненный для психики вот этого маленького ребенка, который только родился, он только вышел в свет из утробы матери, где был он защищен, где был он в балансе, в гармонии, в этих водах, где он получал спокойное, нужное питание, и вдруг вот этот нож, который его режет. И вот вам, пожалуйста, нижняя чакра, она тут же начинает реагировать, вернее, она реагирует не сейчас, она прореагирует это на 12-ю неделю, но ребенок эту боль, это страдание, он сохраняет. И что самое ужасное, вы знаете, у этих младенцев иногда это все, конечно, зависит от чувствительности, от личности этого ребенка, что в него заложено, но очень у многих детей происходит травма, травма, которая потом остается неизлечимой на всю жизнь, какой-то страх, боязнь нестабильности, то есть вы знаете, вот много же детей сейчас проходят и вырастают в людей с большой нервной, несбалансированной нервной системой, с какой-то жуткой совершенно раздвоенностью, или наоборот впадают в наркотики, в пьянство, это вот, к сожалению, следы вот этих вот травм, которые младенец получил, получил при той или иной ситуации, это не обязательно может быть обрезание, но обрезание, оно, как правило, именно дает этот сильный, я бы даже сказал, трагический результат, потому что к 12 неделям этот маленький малыш, он не может избавиться от этой боли, его память, его вот эти клеточки, это все сохраняет эту боль, какую-то обиду, неуверенность, и вот мы видим уже на следующем рисунке, как тоже протекают эти потоки, то есть вот этот конус в центре, который мы видим, он не раскроется у этого ребенка, он будет полузакрытым таким, знаете, вялым каким-то органом, и как правило, как правило, также еще хочу вам сказать, если вы, это просто констатация фактов, я вам повторяю, это не мое личное отношение, это факты, которые и написаны, и которые знают все уже люди, если вы посмотрите, например, на Арабские Эмираты или на какие-то арабские страны, то что самое главное у людей мусульманской религии, это самое главное, это богатство, это чтобы как можно было больше денег, как можно было больше секса, и так далее, и так далее, то есть вы сами понимаете, они застревают на этом материальном грубом уровне. Получается обрезание приводит к тому, что не развивается первая чакра, вот здесь застревает и энергия дальше не выступает, не развивается другие. Они не могут гармонично и в нужной степени пробиться в эти чакры, чтобы они, то есть, знаете, каждая чакра, ведь это, как вам сказать, ведь это не какой-то маленький кулечек, знаете, это огромный рупор, в который летят эти божественные энергии, не только внешне, но и внутренне, и если эта чакра, она не развита, вот как на этом нижнем рисунке, какой-то, знаете, маленький кулечек, она и не может не принять, не испустить этот поток, и, естественно, эта последовательность, наполнение энергиями, естественно, нарушается, и эти энергии с огромным трудом может быть поднимутся до сердечной чакры, но дальше будет еще трудней, и вот, что тоже интересно, это тоже факт немой, это факт уже известный и ученым, и многим даже исследователям, писателям, что, например, особенно у евреев сердечная чакра, она, к сожалению, закрыта, причем она закрыта каким-то, как вам сказать, с древних времен, что ли, умышленными рекомендациями, если вы посмотрите на всяких мулов, которые молятся, которые занимаются там молениями, чтениями, кабалы и других там томов религиозных, они все, знаете, очень сутулые, у них маленькие плечи, и они сжимаются все, у них руки перед ними, плечики зажаты, а что это значит? это значит зажата сердечная чакра, это значит она не пропускает нужные опять-таки же энергии для обмена, для циркуляции, и поэтому они так же себя за, как вам сказать, закрывают, умышленно или неумышленно, это я не хочу утверждать, потому что в такую древность, знаете, появление этих традиций уже сейчас невозможно зайти и невозможно ссылаться на это, но это происходит, поэтому закрывая сердечную чакру, евреи не могут подняться к духовному миру, и если вы опять-таки же посмотрите на мир, на правительство, тайные, не тайные, какие угодные, кто банкиры, кто правит миром, евреи, это материальный мир, это денежные структуры, это опять-таки же этот уровень, который не прорвался к духовности, также, также и физически они не очень развиты, если вы посмотрите, что я, я лично, я буду очень благодарна, если вы напишите и поправите меня, но я лично практически никогда не видела спортсменов, чемпионов, евреев, то есть они не занимаются спортом, они не открывают эти чакры, ну вот, а на этом рисуночке на правом, извините, здесь вот очень-очень четко как раз отображены входы и выходы, потому что канал чакр, он двойной, он проходит по позвоночнику, но есть вход как спереди, так и сзади, и вот эти цифры, которые тоже здесь я написала, здесь они как раз и показывают, как входят энергии от земли в первую чакру, как входят энергии спереди во вторую чакру, как они входят и выходят с задней чакры, и какие это центры, вот спереди со второй чакры по пятую это эмоциональные центры, которые, как говорится, нам дают много и сил, и установок, и естественно энергий, а сзади это центры воли, которые тоже нам дают свои энергии установки. И самый верхний слой это, конечно, шестой, это аджна и сахасрара. Но эти энергии, они также находятся у нас и в руках, и они связаны с нотами, и они также взаимодействуют и гармонируют с потоками октавной энергии, то есть музыки, потому что музыка это тоже движение, а мы говорили в самом начале, я вам прочитала, что это триада, это движение, состоящее из трёвственной энергии, и без движения никакого развития нет. Даже наши слова вызывают, как говорится, волны движений, потоков энергий. Это всё энергии, которые движутся и развивают нас, и соотносятся с разными потоками. Лена, а вот здесь на руках, где здесь у нас муладхара? Муладхара от и до. Это вот правая рука, где правая рука. Да, правая рука. И есть, ну, это, знаете, тогда надо вам, мне, вернее, надо вам с вами углубиться до музыкальных тоже потоков и октав, потому что я вам говорила, что это не так просто всё, знаете, мы сейчас принимаем с вами энергии, это тоже непросто, потому что мы их не видим. То есть, то, что я вам говорю, вы должны это принять на веру и довериться мне, поверить моим знаниям, но это не могу я вам показать через какой-то там или телескоп, или фотоаппарат, или какой-то другой инструмент, потому что божественные энергии только-только начинают проявляться, учёные пытаются их ловить, их, как говорится, оформить, их увидеть, но это очень сложно. Это, как вам сказать, это надо только верить в это и принимать. Но это даже не обязательно их видеть, потому что, вы знаете, мы живём в таком мире, где эти потоки, они так меняются. Сегодня мы в хорошем настроении, у нас идёт прекрасный поток, потом мы что-то сделали, мы сами что-то нарушили, например, своей агрессии или какой-то, я не знаю, каким-то скандалом с кем-то или, знаете, ещё чем-то такое. И бабах, канальчик сразу начал вибрировать и сразу эти энергии, они не потоком идут, они сразу начинают кривиться, куда-то ударяться и начинает происходить дисбаланс. А дисбаланс в свою очередь вызывают у нас какие-то болезненные ощущения. Но вот сейчас пока я вам показала вот эти вот... А каким образом можно здесь тоже поработать с Муладхарой? Я так понимаю, это вот правая рука у меня и вот этот палец у нас. Может быть... С Муладхарой здесь тут рекомендация вот на этом рисунке. Тут от и до. То есть это пропивание этих, как говорится, Удерживание так рук и может быть... Я просто сразу же себе воспринимаю эту информацию. Ага, это у меня здесь эти пальцы и этот палец. Вот у нас вот эти пальцы. Три пальца отвечают за Муладхару. Возможно их немножко промассажировать в хорошем состоянии. Безусловно. Вот какие себе сделать движения. Я уже сразу себе получаю и проверяю. Это прекрасно работает. Ну и вот эти пальцы тоже с ними поработать. Дальше прошу прощения, что передела, но это очень важная информация. Нужно все нюансы знать, где оно находится. Безусловно. Безусловно. Это очень хорошо, что Раечка, ты говоришь. Вот я сейчас не знаю, я вернулась сейчас на секундочку к вот этому рисунку, потому что он опять-таки же нам показывает, где что находится и где с чем связь. И это очень хорошо знать и, как вам сказать, обращать внимание. Вот тут, например, не только показано, что муладхара это корневая чакра, и она связана с надпочечниками, но здесь также написано, что если у нас какие-то проблемы начинаются с кишечником, с мочеиспусканием, мочеполовая система, с половыми органами, ноги, позвоночник, кости, аппетит и так далее, это значит что-то с муладхарой. Да, вот прямая кишка, прости, пожалуйста, прямая кишка это же проблема сейчас у многих, не только просто сидят и имеют проблемы с кишкой, вот, это вот видимо как раз вот закрытая и вообще она не дает никакой энергии, пропускает энергию. Правильно, потому что сейчас очень много людей просто целыми днями сидят, работают, а здесь я сейчас тоже вернусь к этому, Раечка, очень хорошее замечание, очень хорошее, но мы сейчас вернемся к музыке и к движениям, поэтому мы потом, я снова вернусь к этому, потом идет свадхистана, это крестовая чакра, которой тоже муладхара, я тебе тоже объясняла, что она на физическом плане муладхара, землей, но физический план очень тесно связан с эфирным, и вот свадхистана, она как раз первая чакра на этом уровне, поэтому она тоже, знаете, оранжевого такого цвета связана, тоже имеет оттенки красного, и здесь тоже у нас крестовая чакра связана с половыми железами, с поджелудочной железой, с кишечником, с селезенкой, почкой и половыми органами, так что нам чакры дают потрясающие сигналы, где что у нас пока или не заполнено, или какая-то ошибка, или какой-то сдвиг, или что-то надо отработать и прочистить эти чакры, и вот здесь вот просто поэтапно написано, следующая манипура, это печень, желудок, желчный пузырь и так далее, вы тут же можете задать мне вопрос, ну хорошо, вот я заметил, что у меня, к примеру, мы скажем, вот половые органы, там, ноги, позвоночник, ну что мне теперь делать, ну что делать, конечно, я вам не советую кидаться за массой лекарств, потому что в этом случае они навряд ли вам помогут, а в этом случае вам помогут как раз все вот эти моменты, о которых я вам рассказывала и еще сейчас дополню, что нужно, конечно, и проводить медитации, нужно пить воду, нужно окружить себя теми цветами, которые рекомендуют эта чакра, нужно проводить медитации, например, лежа и визуализировать, как вы направляете потоки энергии, которые вы принимаете через муладхару, как они прокручиваются, как они чистят эту чакру энергии любви, потому что из земли как через корневую, так и коронную чакру по божественным каналам мы получаем только энергии любви и света, ничего другого, никаких негативов, наоборот, силу, поддержку, и что опять я повторюсь, самое главное, это любовь, потому что Матушка-Земля это огромный, огромный живой организм, у которой тоже есть чакры, у которой тоже есть чувства, пускай они в огромном размере, который мы не можем проследить, потому что мы не можем проследить движения божественных потоков, они огромные, но они присутствуют и они принадлежат тоже божественным существам, так вот, когда мы лежим или сидим, кому как удобно, нам нужно расслабиться прежде всего, нам нужно убрать все лишнее, что нас отвлекает, поставить свечи, даже хорошо воду поставить, чтобы пить и тоже насыщать себя и наши каналы и прочувствовать, естественно, красные какие-то цвета поставить или розы положить, или что-то красное, чтобы вас окружало, или тот цвет, который соответствует той чакре, которую вы хотите сейчас отработать. И когда вы закрываете глаза, то вы должны довериться и поверить своему я есть, то есть вашей душе, которая вам посылает эти знания, открывает, учит вас и доставляет вам эту энергию. И как эти энергии входят через этот конус, через этот анус, или что, не важно что, пункт, огромный четырехлепестковый лотос внизу у вас, как он наполняется этой энергией, как эта энергия растекается по этому лотосу, как вам тепло и приятно, как вы чувствуете это наполнение, оно вас согревает, оно дает вам силы, вы чувствуете комфорт, вы чувствуете стабильность вашей энергии, вы можете даже представить, что вы лежите на лепестках или лотоса, или красных роз, и все эти энергии красоты, гармонии, любви, они вливаются в вашу чакру, в данном случае мы говорим о Муладхаре, они наполняют ее, и вы чувствуете покой, вы успокаиваетесь, вы дышите ровно, на вдохе вы впускаете энергии через ваши передние рупоры или спирали, энергетические центры, которые входят к вам с передней части, и когда вы выдыхаете, то вы выдыхаете негатив, но одновременно открываются ваши воронки задние на позвоночнике, и они впускают в вас другую целительную энергию, и так вы можете пролежать несколько минут, но вы также можете включить музыку, которая, как говорится, вам даст какое-то успокоение, даст вам какой-то баланс. Для медитации, конечно же, я вам не советую ставить рок-н-ролл или твист, но, допустим, когда вы закончили медитацию с тем, чтобы проработать эту энергию. Муладхария, Муладхария, как я с самого тоже начала сказала, Муладхария, она лежит на красном цвете, и ей соответствуют грубые вибрации красного цвета, а это значит, красный цвет, это самая длинная, самая низкая звуковая вибрация, ей соответствуют рок-н-ролл, рэп, знаете, вся такая бум-бум-бум, бум-бум-бум, к сожалению, но, но, для этого существуют и движения, то есть, когда вы начинаете активировать или чистить свою Муладхару вот этой музыкой, вы, вы должны также прыгать, вы не должны просто сидеть и медитировать, вы прыгаете, расставив ноги, вы делаете эти движения, когда вы, допустим, танцуете рок-н-ролл, то есть, эти движения, эта активность, она помогает разгонять и активировать эти энергии, то есть, для каждой, для каждой чакры своя музыка, свои движения, это тоже хорошо знать и понимать. Так, сейчас перейдем мы вот сейчас на этом рисуночке, сейчас, сейчас, извините. Так, вот этот вот рисуночек откроем. Так, ну, вот тут, как говорится, конкретно написано для каждой тоже чакры не только их лепестки, но вот в скобочках здесь стоит по ведическому или индусскому санскриту, они называются нади, но здесь также стоит и обозначено, какие органы и какие инструменты могут, как говорится, соответствовать вам при активации или, вот видите, тут я смотрю, очень интересно, тут можно чуть-чуть уменьшить, да, чтобы все какие инструменты, какую музыку, даже по развитию, по потоку энергии, чтобы шло хорошо все, уменьшить. Абсолютно, абсолютно, потому что это очень важно и очень важно, конечно, эти движения, потому что, как я вам сказала, самые грубые длины, красный цвет и звучание, ей и нужны грубые звуки, грубые темпы и грубые движения. это прыжки, это рок-н-ролл, это вот вы там твист или что вы можете танцевать, вот вы должны в течение там пяти минут или десяти минут, это зависит, конечно, от ваших физических возможностей, но всегда, конечно, как вам сказать, начинать обучение и эксперименты нужно постепенно, потому что если вы не подготовлены, и если вы сразу там, знаете, возьмете, к примеру, муладхару и 20 минут протанцуете рок-н-ролл, но я так думаю, что вы потом просто больными свалитесь от этой слишком активации и мышц, которые еще не подготовлены, и усталость, а этого ни в коем случае не должно быть, потому что энергия, энергия не входит через усталость или какие-то вот такие негативные, как говорится, стеночки, которые делают маленькие ограждения. Вот, вот тут вот все тоже написаны. Я не знаю, видно, Раечка, хорошо? Да, прекрасно видно. Для меня это открытие, честно говоря. Я про цвета, про растения все прекрасно знаю, я это все в себе поработала, и оно помогает. Вот, для меня новость – это руки, этот палец, то есть, три пальца, которые связаны с мулатарой, это просто шикарно, это нужно использовать. Да, и допустим, извини, Раечка, извини, ради Бога, не хотела перебить, я еще просто хотела добавить, вот ты говоришь про три пальца, вот этот безымянный палец, то его можно вот эти фаланги просто, знаете, массировать, начиная с верхнего и опускаясь к нижнему фалангу, который входит в ладонь. Таким образом, вы вот эту мулатхару тоже активируете, вы посылаете… Таким образом, да? Да, да, да. И так потихонечко, потихонечко… Фаланги, фаланги. И потом сверху вот эти большие пальцы тоже самое, потихоньку, не спеша. Вообще, очень хорошо слушать пение даже птиц такое шумное. Это абсолютно, безусловно, но вот в данном случае… Еще инструменты, оказывается, музыка великолепна. Да, но поскольку мы сегодня говорим о мулатхаре, о мулатхаре, ну, не только о ней, но в основном мы сконцентрированы. Поэтому, конечно, мулатхаре и соответствуют вот эти вот звуки. А так, а так вообще очень-очень хорошо слушать. И скрипку. И да, я еще могу сказать быстренько… Подождите, я сейчас посмотрю, есть ли у меня… Вот вы посмотрели, да, надеюсь? Да. Видно все прекрасно, мы отдельно это еще покажем. Да, у меня это… Вот, кстати, еще один рисунок, который тоже показывает и силу колебания в герцах, и миры, какие миры в этот момент функционируют. то есть красный это 13 герц, а 14 герц это нота ля. Тут я вам должна сказать маленькую такую справку, если вы знали, а кто не знает, что во всем мире все инструменты, они, как вам сказать, со-настроены. Ну, вы знаете, когда музыканты должны начать концерт, перед концертом, перед выходом на сцену, они начинают налаживать свои инструменты и, в частности, гамму искать соответствующую. Так вот, нота ля, она обязательно должна соответствовать 14 герцам. Обязательно. Потому что иначе, как вам сказать, будет фальш. И тоже я не могу быть, как вам сказать, молчаливой, раз мы заговорили про герцы, то, во-первых, глубочайшее исцеление всего организма, не только, допустим, одной чакры, а всего. Если вы найдете какую-то музыку на интернете, где будет стоять 432 герца, это глубочайшее исцеление. А частота Бога, частота Бога, вот при этих колебаниях, она равна 963 герцам. То есть, вы представляете, какая высота? Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы не только должны насыщать наши чакры, но путем наполнения, насыщения, отработки и подъема вот по этим семи чакрам, мы увеличиваем наше восприятие колебанием герца, потому что, если мы сейчас абсолютно неразвиты, да, еще маленькая такая справка, например, частота головного мозга на данный период у многих людей, она только 8 герц, представляете? А частота барабанной перепонки, которая может, может принять эту частоту, это не значит, что у нее сейчас есть частота, через барабанную перепонку, вы понимаете, мы принимаем звуки, мы принимаем мир, тоже, колебания, так вот, частота барабанной перепонки, которую она может принять, не повредившись и, как говорится, не уничтожив саму себя 1000 герц, так что частоту Бога барабанная перепонка вполне может принять, если ее разрабатывать, а вот если, допустим, при частоте 25 герц, если мы дойдем на какой-то музыке, на каких-то инструментах, то тогда эти вот вспышки волн и света, они совпадают, будут совпадать с частотой биотока мозга, и тогда современный человек может, как говорится, принимать и больше, а может быть, у кого не развито все, как говорится, и, что называется, меньше, но я этого не, естественно, никому не желаю, я наоборот, всем желаю только гармоничного развития, подъема в любви, в вере, и самое главное, в желании, вы знаете, когда у человека нет желания что-то делать, то, в общем-то, ничего не продвинется, это как маленькому ребенку говорить, ну, Петя, ну, скушай уже, там, я не знаю, картошечку или там, котлетку, и маленький Петя, лишь бы только мама на него не давила, говорит, ну, да-да, я съем, набивает рот этой картошкой или котлетой, но не глотает, а это все у него там остается, и эффекта никакого нет. Ну, вот по поводу также, по поводу звуков, раз мы подошли к нотам, то я хочу сказать, что помимо мантры, помимо пропевания вот этих нот от и до, очень интересно звучит, но это так, это вот в научных трудах так написано, от и до, и там вот между пальчиками там написаны эти тоже ноты, которые хорошо пропевают, но также хорошо пропевать звуки отдельные, это вибрации энергоканалов чакр. Например, звук А заставляет вибрировать грудь, приводит в действие всю звуковую гамму в организме и дает клеткам команду настроиться на работу. Звук И вибрируют голосовые связки, гортань и уши, и возникают колебания в голове, выводятся из тела вредные вибрации и улучшается слух. И вот, кстати, по поводу этой буквы И, которая вибрирует голосовые связки, а это у нас аджна, это горловая чакра, она тоже у нас очень важна. Это, если вы запомнили предыдущие три схемки, которые выводят уже на высший уровень, горловая чакра дает нам возможность прекрасно говорить, то есть людям дает возможность быть не то, что ораторами, а знаете, говорить без зацепок, без всяких там сбивов, вспоминаний каких-то, хорошо формулировать себя, хорошо петь, то есть вот это очень важная чакра. Теперь еще звук Е, он используется во всех практически сочетаниях, это чистильщик нашего организма от грязи, он создает вокруг человека энергетический барьер для защиты от энергоинформационного загрязнения. Звук О вибрирует грудь, но уменьшается глубина дыхания, звукосочетания мантры ОУМ резко уменьшают глубину дыхания, а звуки ОХАМ оказывают выраженный лечебный эффект. Вообще звук М, я сейчас подойду, он очень хорошо для всех чакр и организма. Звук У вызывает колебания в глотке и гортане, укрепляет уверенность в своих силах. Звук Э вызывает колебания в железах, мозгу, его используют в народе для снятия с глаза и порчи. Просто звук Э? Да, Э, Э? да, можно его потом сочетать, например, с каким-то звуком и М, или вот тут я сказала, как говорится, звук О или Э, он выводит грязь всю. Но вот это вот так, как говорится, уже записано. Разные, как вам сказать, заклинатели, женщины, которые лечат, ну, вот эти так называемые бабы-яги, ведуньи, которые знают всё, они эти звуки применяют, во-первых, они применяют при лечении, а потом они применяют при закладке энергии, когда они делают, например, отвары или смеси каких-то трав, чтобы энергия тоже в них вошла. Теперь звук Я укрепляет уверенность в своих силах. На звук Я работает семь рефлексов. Представляете, этот звук резонатор и генератор психологических процессов. Он восстанавливает связь через разум с больными органами. Но это в данном случае идёт разговор про органы. Звук Н заставляет вибрировать головной мозг и активирует правую половину и лечит болезни мозга, а также активирует интуитивные процессы и творческие способности. Звук В исправляет неполадки в нервной системе, головном и спинном мозге. Звук М вот мы к нему подошли. Это замечательный звук. И ведь, знаете, не случайно младенцы, которые только-только начинают слышать или понимать какие-то словосочетания или понятия, они первое, что они говорят, они говорят «мама». Этот звук определяет энергетическую связь матери и ребёнка. И если нарушаются вибрации этого звука, нужно подумать об отношениях матери и ребёнка. Этот звук это любовь и покой. Особенно важна эта вибрация в подростковом возрасте, когда происходит перераспределение энергии. Кроме того, звук «м» действует на сосуды головного мозга. Поэтому звуки «мпом» оказываются полезными при склерозе мозговых сосудов. Ну, а звук АУМ или ОМ, он тоже прекрасно резонирует и проходит через все чакры, открывая или давая им такой, как вам сказать, энергетический указ, если так можно выразиться на этом тонком плане, что открывайтесь, ребята. Ну, у нас сейчас идет прочистка. И в этом случае, если кто-то знает, а может быть, кто-то не знает, в Индии, например, и они собираются и в горах, и в самой Индии, в разных храмах, очень много народу. Первое, что они начинают массово пропевать вот это ОМ, потому что это идет сразу прочистка, настройка и открытие. Вот еще хотела вам показать один рисуночек, который вам тоже может дать подсказку. Сейчас увеличить его, Раечка? Нет, достаточно видно. Сейчас, сейчас я его чуть-чуть передвину. А, нет, это очень... Сейчас, 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 сейчас. Ну, что такое? Воздействие звучания нот на уровне сознания человека. Вот, здесь тоже написано, куда что направляются, какие укрепительные и какие негативные энергии устраняются. Так что с музыкой и с нотами очень много связано. И даже, как вам сказать, даже не только с пропеванием этих нот, а вот у индусов, сейчас стало это очень, кстати, популярно и в Европе, и на Украине, и в России. То есть везде игра на тибетских чашах и на хрустальных чашах, которые дают именно вот эти определенные ноты, которые прекрасно энергетически действуют на наши потоки вот этих вот чакр. И вот здесь видите, почему этот рисунок тоже очень хорош, потому что он прекрасно показывает вот эту вот систему воронок и вхождение энергий и их соединение. И также прекрасно на этом уровне звучат наши древние колокола. Ведь вы наверняка тоже знаете или слышали, что в церквях те колокола, особенно в старинных церквях, я имею в виду старинных, новых церквей, к сожалению, я не знаю, поэтому я не говорю. Я уже не была много-много-много лет, как говорится, в странах Советского Союза. Но вот старые колокола, на них просто играли мелодии и брали вот именно эти ноты, которые воздействовали на людей, на народ. Плюс ко всему эти колокольные дифирамбы, можно так сказать, потому что это действительно было потрясающе красиво. Это были красивые чистые звуки, из которых изливались в те времена колокола. Они не только регулировали и настраивали энергетику людей, но они регулировали и очищали энергетику вокруг храмов и мест сбора народа, потому что божественная энергия через храмовые купола тоже поступала не только в храм внутрь, но она проходила по стенам и окружала этот храм на земле. Мы будем так говорить, жизненное пространство этого, как правильно выразиться, ну, можно сказать, грубо сейчас, религиозного собрания. Но вообще-то это раньше были духовные сборы, где люди приходили получать эту духовность, эти знания, эту энергетику. К тому же маленький такая тоже интересная справочка, которую вы, может быть, знаете, а может быть, нет. Колокола тоже умирают, вы знаете. Они живут только 200 лет. Поэтому те колокола, которые отливались очень давно, дольше, чем, как говорится, 200 лет тому назад, они сейчас уже теряют своё звучание. Это вот по звукам. Ну и, конечно, ещё я хочу сказать про инструменты, которые я тут их промелькала, так, с органами, на которые Раечка обратила внимание. Тоже хочу сказать быстренько, что скрипка, например, лечит душу, помогает самопознанию, вызывает сострадание и очень благотворно действует на меланхоликов. То есть она, как вам сказать, она не даёт им пути в депрессию или куда-то ещё. Орган приводит ум в порядок, гармонизует энергопоток позвоночника. И это проводник между космосом и Землёй. Недаром Бах писал такие потрясающие фуги. Это вообще мой любимый инструмент. Пианино воздействует на почки. Мочевой пузырь очищает щитовидную железу. Барабан восстанавливает ритм сердца и стимулирует кровеносную систему. И это прям совершенно очевидно. Вы понимаете, как он звучит? Барабан просто по тактам. Бум-бум-бум. И это, конечно, наше биение нашего сердца. Флейта очищает бронхолёгочную систему, лечит несчастную любовь, снимает раздражённость и озлобленность. Ну, может быть, она, конечно, не лечит несчастную любовь, но во всяком случае как-то, наверное, уводит мысли немножко дальше, на задний план, чтобы на этом не концентрироваться. Баян и аккордеон активируют работу брюшной полости. И вы знаете, что великолепный совершенно пример, если вы вспомните народные танцы, что украинские, что русские, что белорусские. Когда начинает играть аккордеон, баян или гармошка, как танцуют? Мужчины танцуют в припляску. А что такое припляску? И ещё там двигают ногами. Это активация кишечника и желудочного всего тракта и брюшной полости. Представляете, как интересно вообще всё связано? Арфа и струнные инструменты гармонизируют работу сердца, лечат истерию и кровяное давление. То есть здесь тоже понятно. Здесь идёт такое гармоничное звучание этих нот, почти что как ангельское пение. И это не может не успокаивать, и это не может, как говорится, гармонизировать не сердце и кровяное давление особенно. Саксофон активирует сексуальную энергию и половую систему. Но это также активирует сексуальность. Это вот эта нота до и рок, роковое, рок-н-ролл, рэп и прыжки. Теперь кларнет флейта подавляет уныние, улучшает кровоснабжение. Контрабас, виолончель и гитара воздействуют на сердце, тонкую кишку и лечат почки. И вот кто, как говорится, любит гитару, это, видимо, у них, в общем-то, действительно защита натуральная. Они научились на гитаре специально, чтобы, как говорится, себя поддерживать. Это очень хорошо. Цимбала, очень такой сейчас редкий, конечно, инструмент, уравновешивает печень. Ну, это примерно так же, как, наверное, и старинные гусли. И еще есть такой инструмент, сейчас вот забыла, Раечка, напомни мне, пожалуйста, я уже русские названия забываю, когда просто ноты лежат и по ним палочками бьют. Не знаю, не помню, я с музыкой вообще мало связана. Ну, понятно, понятно. Я вообще с музыкой не связана. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Оно тоже, как говорится, очень распространено, но оно такое немножечко примитивное. Знаете, лежат такие палочки, как по нотам, и человек с палочками, с твердыми окончаниями на концах, вот выигрывает мелодию по этому. Забыла, надо же. Ну, не знаю, тем более ты столько лет не пользуешься русским языком все время в шведской среде. Нет, я пользуюсь, но не этими, как сказать, не этими областями. Разговариваю, конечно, про музыку или про такие тонкости редко получается. Балалайка лечит органы пищеварения. И труба, труба лечит радикулит. Но я так думаю, что оно не только лечит радикулит, но оно вот этим своим трубным, мощным звуком, оно пробивает вот эти чакры, где зажат радикулит. Это просто обязательно так должно быть. Иначе, как говорится, не пробьешься и не достанешь этой чакры. Это только труба может пробиться. Ну, что я вам хочу еще показать почти что предпоследнюю, или последнюю, нет, не совсем предпоследнюю. Но вот такой очень интересный график я нашла. Это жизненный цикл звуковых чакр человека. То есть, как они формируются и к каким годам они могут совсем или ослабнуть, если человек этим не занимается, или вообще, знаете, как говорится, исчезнуть. То есть, человек заболевает и уходит. Или просто достигают своего, что называется, своей уже полного расцвета или полноты. Вот красное, видите, здесь написано на 9, ну, где-то к 9 месяцу. Но на самом деле на 12 неделе начинает формироваться муладхара. К 6 лет она уже созревает. И к 6 годам, к 6 лет, извините, неправильно говорю, с 6 лет уже начинает формироваться другая чакра, свадхистана и так далее. Вот это очень интересное расположение. Это очень интересный жизненный цикл. Я об этом и не знала. Я думала, что у нас вот идет в развитии, развиваешь и удерживаешь вот эти чакры. Ну да, если занимаешься этим, йоги, да, они постоянно этим, в этом потоке, то все чакры работают, независимо от того, сколько лет. А только останавливаешься, сбой идет в энергетической подпись, земли от Творца, и все, и получается на выход. Абсолютно, Раечка, абсолютно правильно. И вот ты знаешь, есть настолько жизненные примеры, яркие, даже вот среди моих знакомых, казалось бы, человек был очень удачлив, прекрасная жена, прекрасная семья, прекрасная работа. Вроде бы все было хорошо. Как только он достиг 60 лет, а это вы видите на этом, как говорится, графике, то у него начинается какой-то ментальный, что называется, спад и заслон. Он начинает обращаться к прошлому, он начинает цепляться, вот как мы там жили, вот как мы там были. А что такое прошлое? Прошлое – это очень тяжелые замки на двери будущего. То есть вы себя сразу отрезаете не только от развития, вы себя отрезаете от здоровья, вы себя отрезаете вообще от еще многих, может быть, лет жизни. И поэтому эти люди, они сразу становятся какими-то или меланхоликами, или депрессивными, им ничего не хочется. Они становятся, знаете, то ли глухими, то ли слепыми. И, естественно, итог. Вот эти, дай бог, чтобы они дожили до 72 лет, а могут и уйти раньше. Почему? Потому что они сами себе все перекрыли. Они сами себе поставили вот эти замки, закрыли двери. И вот об этом тоже очень важно знать и понимать, что, знаете, у нас жизнь нам дана, дана богом. Мы не знаем, сколько мы проживем, но мы должны радоваться каждому дню, каждому дню благодарить Бога за то, что мы живем. Ежедневно говорить себе следующие слова. «Жизнь прекрасна. Я обожаю ее и наслаждаюсь каждым новым днем. Я достоин этой замечательной жизни». И вы можете придумать другие аффирмации себе, что «Я люблю себя, и я не старею, но я в любви ко всему миру, ко всему божественному. Я принимаю с любовью весь свет, все отношения всех людей на этой земле». А еще, если вы желаете поддержать чакру Муладхара в норме, вы должны следовать каким-то тоже правилам. И эти правила, они на самом деле очень простые. Позаботиться о том, чтобы вы всегда имели нормальные отношения с родными, в семье, естественно. Устраняйте свои страхи. Страхов не должно быть. Мы сами себе их придумываем. Цените каждое мгновение жизни. Это как новая роза, которую вы получаете каждый день. Наслаждайтесь ее свежестью, запахом, прекрасным построением лепестков, ее красотой. Ставьте перед собой много целей. Будьте любопытны и любознательны. Тогда вы будете двигаться вперед, потому что это вас будет поддерживать в вашем движении, в вашем потоке колебательном и в вашем соединении с божественным потоком, потому что он тоже в движении, он не стоит на месте. Избавьтесь от скупости. Не должно быть ни алчности, ни скупости, ни агрессии. Всегда выполняйте то, что обещаете. Это очень важно. И, естественно, на материальном уровне, муладхары, своевременно возвращайте долги. Тогда у вас не будут копиться маленькие зацепочки на муладхаре. Сейчас хочу еще вам показать. Да, этот мы проходили, этот мы проходили. У нас просто великолепная сегодня лекция. Она большая, но здесь нельзя ничего вырезать и убрать, потому что настолько важная информация. Вот это тоже. Мы покажем это все отдельно, когда уже видео будем монтировать. Вот эти все-все картиночки, демонстрации, все это сделаем. Вот здесь тоже, кстати, с научного сайта подобрали подходящие мелодии, которые могут соответствовать вам при работе с чакрами, при работе просто с вашим состоянием, с вашими медитациями, с вашим желанием, как говорится, получить эти энергетические потоки. Но, как я уже вам сказала, это вам скажет кто угодно. И Раечка меня поддержит. И кто угодно, любой, кто захочет вам передать какие-то действительно настоящие, мудрые советы, знания. Верьте. Верьте себе. Верьте своему высшему Я, своей душе. И тогда вам будет открываться необыкновенные горизонты, не только энергетические потоки. Вам будут открываться картины мира, вам будут открываться понимания мироздания. Вот здесь вот я написала тоже материалы, литературу, чем я пользовалась, какими материалами я пользовалась при этой подборке, этой маленькой лекции. Ну, я это так, конечно, шуткой называю, маленькая. Но она действительно, она только касается одной чакры. А весь материал по чакрам, да еще чакрам земли, да еще чакрам энергетики, это колоссальные, как вам сказать, материалы и колоссальное время, чтобы это все узнать. Но я думаю, что пока мы остановимся на этом, я надеюсь, что вы приняли эту лекцию или эти знания, о которых я вам сегодня рассказывала с удовольствием, что это дало вам отзвук и действительно положительные энергии и колебания. И самое главное, чтобы, еще раз повторяю, чтобы это действительно были положительные эмоции, желания и отношения. И вот на этой нотке я благодарю вас за внимание, за ваше время, за ваше терпение. И если вы захотите, надеюсь, что мы еще будем с вами встречаться или продолжим наши встречи. Благодарю вас. Благодарю. Благодарю. Елена. Я хочу сказать нашим подписчикам, зрителям, что Елена, вот я ее знаю уже почти 20 лет, она все время учится. Каждый день у нее, каждый год она что-то изучает, книги, какие-то курсы. Все время в учебном этом процессе. Это развитие. Казалось бы, да, уже школа давно закончена, уже институт, и поработал в жизни, и получил какие-то важные знания и опыт. Можно было бы на этом остановиться. Но Елена не останавливается. Ну и я тоже такой же человек. Мы все время обмениваемся этими знаниями, проводим вместе медитации, проводим вместе очень интересные дела, о которых мы можем рассказать только позже. Я знаю, что все, что нужно было делать нам, мы делаем для того, чтобы вот эта золотая эпоха заиграла новыми красками. Это будет впереди интересные рассказы. И мы ждем от вас вопросов. Что вы еще хотели бы узнать? Мне очень понравилась, Елена, вот эта информация разносторонняя. Очень много нужно осознать, понять. И нужно понять, что одна, еще раз, как нас учил Самвел в Академии Ширинаджи, не зацикливайтесь на разных чакрах, займитесь первой корневой, это фундамент. Если нет фундамента у дома, он рассыпется. Сейчас просто очень много уводят различные школы и начинают развивать энергию, нужно только сердце или куда-то уходить. И таким образом люди уводят. Изобилие, извини, Раечка, я тебя перебью, потому что это, я считаю, что это просто вредительство какое-то, когда на интернете бесконечные эти курсы, вебинары, развитие и проявление или получение изобилия. Вы знаете, будьте очень осторожны. Это практически, как вам сказать, могут быть губительные практики. Я единственное только еще хочу, Раечка, добавить, чтобы ты заговорила про наших слушателей или читателей. Конечно, как мне, так, безусловно, и Раисе будет очень важно услышать ваш отклик, что бы вы хотели, как говорится, что мы бы рассказали поподробнее, как вам, что именно вам понравилось в этих лекциях, потому что мы обязательно хотим иметь с вами контакт. Ваш отклик важен для нас. Мы делаем это не просто так, знаете, в пустой космос выпускаем, мы делаем это для вас. Поэтому нам очень, очень важно ваши реакции, ваши откровения какие-то, что для вас открылось, что вы считаете было хорошо, но, может быть, что-то и плохо. Мы же тоже не боги. Я не считаю себя богом, гурую. Мы только учимся. Ещё, естественно. Мы учимся всё время, а в данном случае мы только учимся показывать и давать вам эту энергию через наши какие-то большие или средние, это неважно. Но это наши знания, это то, что мы впитали, то, что мы через себя пропустили, и то, что в нас это осело, это положительное, это нужное, не только для нас, а именно для людей. Потому что то, что мы сейчас рассказывали, то, что я рассказывала, то, что рассказывает бесконечно, каждый день по многу роликов Раисы, это бесподобно совершенно. Это всё для вас, для нас. Это опыт. Мы получаем знания, проверяем эти знания. Я зачастую сначала опыт получаю, а потом ищу ответ в знаниях, что же это было и почему так произошло, потом проверка идёт. Да, мы ждём на обратную связь, и эти видео будут продолжаться. Простите, что так много, но это того стоит. Это жизненный опыт, опыт стольких лет, который, особенно у нас есть подписчики, только начинают свой жизненный путь. Возможно, это тоже будет полезно. И тем, кто уже далеко шагнул, тоже это полезно. Мы надеемся на обратную связь. Благодарим, Елена, очень благодарна за то, что сегодня у нас эта прекрасная встреча состоялась. Сегодня у нас суббота, и Сатурн любит, когда трудятся люди, и мы сегодня потрудились. Сатурн любит знания. Мы дали знания, задача всех получить эти знания, освоить. Если есть вопросы, задавайте, будем дальше разбирать. Вместе разбираться. Золотая эпоха уже она, вот она. Чуть-чуть ещё осталось, но для того, чтобы в неё попасть, нам нужно ещё очень многое сделать. Безусловно. Я благодарю Раису, что она меня пригласила, что она мне разрешила так долго, и, может быть, утомительно. Я не знаю. Но я действительно, Раечка, правильно сказала, я не могла прервать это, потому что это масса пазлов, которые должны соответствовать, которые вы должны услышать в одной встрече, потому что это очень легко можно забыть на следующей встрече. Поэтому уж вы простите и примите. И благодарю вас. И, Раечка, благодарю. Благодарю. До новых встреч на наших каналах. Всего вам самого доброго. А, кстати, внизу под видео, если вы хотите видеть картины Елены, её мандалы, я сделаю сноску ещё отдельно под этим видео. В описании вы можете пойти и посмотреть на её. Есть в Ютубе канал, и вы можете это всё увидеть своими глазами и окунуться в эту шикарную энергию. Ну что ж, до новых встреч на нашем канале. Всем вам мира, божественной любви, добра и благополучия. И любви. Счастья вам всем. Счастья. 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 Счастья.